Всем привет! Сегодня мы продолжаем решать адвентов код. Вчера мы развлекались с анчоусами, а сегодня будем развлекаться с крабиками. Поехали! На входе нам даны координаты по оси х всех крабиков, которых нам зачем-то нужно призвать всех в одну х координату. И нам нужно выбрать эту х координату так, чтобы все эти крабики потратили как можно меньше топлива. Да, крабики на топливе работают. И как тратится топливо? На каждую единичку пройденного пути каждый крабик тратит единичку топлива. Другими словами, нам нужно выбрать такую экспозицию, которая расстояние до каждого из крабиков в сумме будет давать минимальное возможное значение. Как это решать? Ну, надо куда-то посередине их звать. Ну, может быть, среднеарифметические их координаты или, может быть, медиану их координат. В общем, куда-то туда. Давайте разбираться, куда на самом деле их звать. Легче всего нарисовать это на картинке. Обозначим всех крабиков буквами С и вот так нарисуем расстояние от точки, в которой мы будем их звать, до каждого из крабиков. Теперь будем мысленно двигать эту границу, куда мы будем их звать, вправо. И давайте посмотрим, что будет происходить. Расстояние до левого крабика увеличится, а расстояние до всех правых крабиков уменьшится. То есть увеличится на единичку, а уменьшится на 1, 2, 3, на 3. Это выгодно. Нам нужно уменьшать суммарное расстояние, поэтому будем продолжать двигать нашу точку вправо, пока это выгодно. А когда это перестанет быть выгодно? Ну понятно, когда слева крабиков станет столько же, сколько справа от нашей границы. То есть для нас это любая точка между вот этими крабиками подойдет. Что это, как называется эта точка? Естественно, это медиана. А другими словами, нас просят найти медиану всех координат крабика. Ну и ответом к задаче будет являться, собственно, количество топлива, которое потратят эти крабики. То есть нужно еще посчитать суммарное расстояние вот этой медианы до каждого из крабиков. Погнали писать код. Код мы будем писать на питоне вместе с библиотекой NumPy. Она очень удобна для работы со всякими векторами, списками чисел, поэтому возьмем ее. Кроме того, там есть прекрасная функция loadText, которая в одной строчке вводит и парсит все данные. Достаточно указать разделитель тем данных, которые будут получаться в элементах массива. И на выходе мы получим такой как бы массив, ну пайский массив. Что дальше? Дальше у нас есть такая функция медиан, которая считает медиану. Единственное, что она возвращает в float, поэтому нужно ее поставить к ниту. И дальше посчитать массив расстояний от этой медианы до каждого значения, до каждого крабика. Это мы делаем вот такой строчкой, и тут происходит что-то, может быть, непривычное для вас. Что именно? imp – это массив координат. И мы вычитаем из него число. Что значит вычесть из массива число? В случае numpy все операции векторные по элементам. То есть результат вот этой штуки будет вектор, у которого из каждого элемента вектора inc вычли число x. И дальше мы применяем функцию abs, это подсчет модуля. И она тоже применяется по элементам. В результате в массиве дельта окажется список расстояний от нашей точки x до каждого из крабиков. Но останется только просуммировать эти расстояния, чтобы получить ответ. Готово, мы решили первую задачу, давайте перейдем к следующей. Следующей задаче оказалось, что мы совершенно неправильно понимаем, как работают крабики. Оказывается, что крабики тратят топливо как-то принципиально иначе. За первый шаг своего передвижения они тратят одну единицу топлива. Но на второй шаг они тратят еще две единицы топлива. А на третий шаг еще три единицы топлива и так далее. Мы тут узнали, в общем-то, альфемедическую прогрессию, сумму альфемедической прогрессии. n умножить на n плюс 1 пополам. Воспользуемся этим. Запишем теперь формулу для подсчета топлива, потребующегося в второй части задачи. Это выглядит так. Сумма по всем крабикам, расстояние от этого крабика до нашей позиции x, расстояние плюс 1 пополам. Зачем нам вообще эта формула? Дело в том, что нам нужно найти минимум этой функции f в зависимости от x. То есть x, при котором эта функция даст минимальное значение. И у математиков есть техника, как находить минимум функции. Техника очень простая. Нужно посчитать производную этой функции по x, приравнять ее к нулю. В получившемся уравнении выделить x, выразить x через все остальное. И это x и будет точкой, в которой нулевая производная, то есть функция обращается в оптиму. Ну, это, конечно, при условии, что функция выпуклая. В нашем случае это очевидно так. Ну, поехали. Считать производную. Тут у нас есть модули. Модули – это довольно неприятные функции. Сложно считать производные, когда у вас в формуле есть модули. Поэтому избавимся от них. Раскроем скобки. И первое слагаемое – модуль в квадрате. Модуль можно откинуть. А во второй модуль останется. Это неприятно, поэтому от него придется как-нибудь еще избавиться. И избавиться от него можно так. Можно все x иты разложить на две кучки. В одной кучке будут все x иты, у которых модуль раскрывается со знаком плюс. А во второй кучке все x иты, у которых модуль раскрывается со знаком плюс. Ну, давайте запишем то же самое. А здесь вот эти две кучки. Первая кучка, я так написал, и от одного до n. Такое, что x иты больше x. Тогда модуль раскрывается так. И оставшийся модуль раскрывается с обратным знаком. Тут вот x и x иты поменялись местами под сутки. И тут уже модулей нет. Это уже можно дифференцировать. Ну, поехали. Чтобы дифференцировать, мы вот эту скобочку раскроем. Сразу запишем ее вот так вот по формуле. Это производная. Производная пока осталась. А вот эти две суммы мы оценим таким образом. Ну, во-первых, их производные легко считаются. Производная x иты по x 0, константа. А производная вот этой штуки минус 1. И здесь тоже производная этой штуки 1, а этой 0. То есть тут минус единички, тут единички, только непонятно сколько их. Мы не будем разбираться, сколько их. Просто обозначим m. Ну, m это какое-то число от 0 до n. m. Размер первой кучки. Тогда размер второй кучки будет n минус n. И поскольку это сумма единичек, но мы еще эту вторую не забыли, запишется все вот так. Поехали дальше. Ну, тут мы вспомним, как считать производные от чего-то там x и чего-то там x квадрат. Посчитаем это, получится вот так вот. Эти две дроби мы тоже сложим. Получим одну дробь. Поедем дальше. Эту сумму можно теперь раскрыть. x не зависит от и, вынесем ее, посчитаем, где сумму отдельно, это просто будет n раз по x. А останется сумма всех отсыпных. И из этой дроби мы тоже вынесем n, потому что тут все идет к тому, что нам на n придется поделить. Так, вот сразу вынесем n. И все, что не n, обозначим epsilon. И заметим, что epsilon это вот та самая неизвестная, все еще неизвестная штука, которая лежит где-то в диапазоне от минус 0,5 до 0,5. Ну, почему? Потому что, если сюда подставить n, то получится 2n-n, n пополам. n вынесли, осталось пополам. И наоборот, если поставить сюда в качестве m0, то получится минус n пополам, минус, минус, плюс, даст, то есть опять n пополам. n вынесем, пополам останется. Да, встаньтесь вам. Это у нас вот такая вот маленькая добавочка. Все, это уже можно приравнивать к нулю. Это производная, приравняем к нулю и найдем отсюда x. Получается такая штука. Это среднеарифметическая и это та самая маленькая добавочка. В целом уже пора, можно писать код. Ну, единственное, что не надо еще сообразить, что делать с тем же с обегабавочкой и с тем, что среднеарифметическая вообще-то может быть нецелая. Нас-то просят найти целое x. Очень просто. Оптимум находится, оптимум группы функций, мы знаем его значение, он где-то здесь. Целочисленный оптимум, значит, где-то рядом. Надо поискать просто в нескольких соседних точечках, где этот оптимум. Теперь мы готовы писать код. Стираем себе наши комментарии. Идем писать. Итак, кандидаты. Это суммарное количество топлива, которое мы тратим, ну вот для всех целочисленных точек рядом со среднеарифметическим, которые мы попробуем. Ну, тут обычно, значит, заменяем медиану на среднеарифметическое, добавляем эту добавочку и считаем опять массив расстояний. Ну, единственное, что их нужно округлить в какой-то момент. Ну, и я заранее преобразовал их в mt, чтобы доумная часть не мешалась. У нас есть массив расстояний, и теперь нужно посчитать суммарное количество топлива. Ну, для этого вспомним опять нашу формулу суммы арифметической прогрессии. Единственное, что надо заметить, что это опять векторная арифметика, то есть вектор расстояний. Мы к вектору расстояния прибавляем единифику, поэлементно умножаем поэлементно же на вектор расстояний еще раз и делим по балам. Получился вектор, в котором массив, в котором каждый элемент это количество топлива, которое тратит каждый край. И нужно все это сейчас просуммировать. Ну, готово. Да, если запустить, то появятся вот такие вот цифры. И это в точности ответ на задачу для моего инвентарда. Ну, в общем-то, и все. С вами был Павел Егоров, ваш учитель математики на сегодня. До завтра. Пока-пока. С вами. Посмотреться. И все-таки я должен признаться вам, что если вы не хотите считать производные, то можно их не считать. Просто заменить перебор добавочек к среднему арифметическому на перебор всех возможных х. И это тоже будет работать, только немножко медленнее. КОНЕЦ